Цветная революция, зеленые храмы и запуск БЛАС. Президент анонсировал дату открытия электростанции. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто увидел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Союзное государство, кредит для Беларуси и 9 миллионов. В стране подвели итоги переписи. Сколько человек насчитали в Могилевской области? Три вакцины на выбор. Я мама, которая за прививки. Прививочная компания 2020 набирает обороты. Коллективы, которые прививались, меньше болели острыми респираторными инфекциями и гриппами. Чем опасен грипп в этом сезоне? Подарок со смыслом. Все это для наших детей, во благо, для будущих тракторостроителей. Периметр 56-го детского сада реконструировали до неузнаваемости. Кто оценил новые качели? Страсти в лесу или зима близко? При незаконной рубке еще дополнительно нарушителю приходится возмещать причиненный вред окружающей среде. На что способны браконьеры? Кидался с бензопилой. Рассказ из первых уст. Японские рокировки, российские изменения и китайские полеты. Над Уханем вновь начали курсировать авиасудно. Сколько длилась пауза? В Беларуси стартовала прививочная кампания. В 2020-м в условиях циркуляции коронавируса вакцинация важна как никогда. Специалисты прогнозируют вторую волну COVID-19. Как обезопасить себя от заражения двумя инфекциями сразу? Смотрите прямо сейчас. Прививочная кампания 2020 в Бобруйске началась еще в конце прошлой недели. Заблаговременный подход нацелен на то, чтобы сформировать у жителей иммунитет к пику заболеваемости. Он прогнозируется на февраль-март 2021-го. Уколы здоровья делают и дети, и взрослые. В числе пациентов главный государственный врач. Важность вакцинации Дмитрий Лайтер знает не понаслышке. Мы проанализировали заболеваемость в различных коллективах, которые прививались в прошлом году. Мы брали контрольный коллектив, который не прививался и который прививался. То есть и разница в заболеваемости в 10, ну более чем в 10 раз. То есть люди, которые прививались, коллективы, которые прививались, меньше болели острыми респираторными инфекциями и гриппами. Пандемия коронавируса вдвойне увеличила потребность вакцинации. Особенно сезона в совместной циркуляции гриппа и COVID-19. Возможно, одновременное заражение. Вот и семья Курмас здраво оценивает эпидситуацию. На прививку в седьмую поликлинику пришла в полном составе. Я считаю, прививаться нужно, чтобы избежать вот этих сильных эпидемий и каких-то тяжелых последствий после болезни. Ну и вообще я мама, которая за прививки. У меня дети привиты от всего. Этой осенью пациентам предлагают три препарата на выбор. Российский гриппол, французский ваксигриптетра, нидерландский инфлювак. В первую очередь обращают внимание на тех, кто в группе риска. Вакцинации в стране планируют охватить до 4 миллионов человек. Это дети от 6 до 3 лет, больные хроническими заболеваниями, дети взрослые, это лица старше 65 лет, беременные женщины, лица, которые находятся в закрытых учреждениях. Важно сформировать иммунную прослойку в количестве 40% привитых лиц во всех организованных коллективах, для того, чтобы даже те люди, которые не имеют возможности привиться или имеют какие-то противопоказания, были защищены от этой инфекции. Сделать прививку можно в поликлинике. Перед процедурой потребуется пройти осмотр у врача. Завершить кампанию в Вавруйске специалисты планируют уже в ноябре, чтобы в зимний период быть готовыми к борьбе с вирусом. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Тем временем Минздрав прогнозирует вторую волну в Беларуси менее интенсивной, а мир готовится к продолжению войны с пандемией. Ежедневно фиксируются тысячи новых случаев заражения. Страны учатся жить с коронавирусом. Дизайнеры шьют модные маски, музыканты устраивают концерты на крыше США, близки к созданию вакцины. А вот что еще произошло в мире на неделе. Мир захлестнула вторая волна коронавируса. Общее число зараженных приблизилось к 30 миллионам человек. Во Франции ежедневно регистрируются тысячи новых случаев. И на уровне статистики их количество выше, чем в апреле. Врачи обращаются к гражданам с открытым письмом, призывая снизить любые социальные контакты до минимума. Но французы не согласны. Вторая волна или нет, я в хорошей форме. Я принимаю меры предосторожности, когда встречаюсь с друзьями и с родственниками. Сейчас в гостях увижу внуков. Уверена, что они мне кинутся на шею. Тут я не смогу устоять. Тем временем французские врачи готовятся ко второй волне коронавируса. В одной из больниц Леона наплыв пациентов отмечают уже с конца июля. Сперва это были иностранцы, а после августовских каникул стали поступать местные. Палаты уже заполнены наполовину. Самому молодому пациенту 36 лет. Сейчас среди заболевших высока доля молодых, и мы ожидаем, что в основном именно они будут поступать в реанимацию. Мы с тревогой ждем вторую волну и опасаемся переполненных палат, но теперь мы готовы лучше, поскольку уже знаем, чего ожидать. Великобритания пытается наладить массовое тестирование населения на COVID-19. Желающие зацинализы занимают очередь у двери лаборатории еще в 5 утра. В этом случае им все равно предстоит долгое ожидание. Сами лаборанты утверждают, власти не предпринимают организационных мер, способных решить проблему. Британцы открыто выражают свое недовольство. В главе Кабмина пришлось оправдываться за своих подчиненных. Да, мы столкнулись с тем, что сегодня все захотели выяснить, заражены они или нет. Наши возможности не были рассчитаны на прием одновременно такого количества людей. Сейчас мы думаем над тем, как уменьшить нагрузку на лаборатории и как увеличить их пропускную способность. Подданные королевства пытаются разобраться с новыми ограничениями на общественные мероприятия. В Англии разрешено собираться только группами до 6 человек. Как они определили число 6? Почему не 8? Почему не 10? Это имеет смысл только если вообще сократить число контактов между людьми. Было бы неплохо избежать повторного введения режима изоляции. Это раздражает, но лучше уж так. Маска превратилась в модный аксессуар. Это доказала Мадридская неделя моды. Ее носила публика и манекенщица на подиуме. Впервые в истории показов в испанской столице спонсором стал производитель масок. В сотрудничестве с четырьмя дизайнерами одна из компаний создала 15 тысяч модных повязок, чтобы гарантировать безопасность участников и гостей. Маски с нами надолго. Они уже стали дополнением к нашему наряду, как сумочка или мобильный телефон. В то время как в Европе из-за пандемии коронавируса отменяется множество культурных мероприятий, жители Дрездена смогли насладиться часом живой музыки. По словам организаторов, необычный концерт, объединивший группу музыкантов в оркестр, ответ на санитарный кризис и идеальный пример соблюдения правил социального дистанцирования. С крыш многоэтажных домов звучали альпийские рожки и трубы. Я думаю, это замечательно. Я говорю об инструментах, в частности, об альпийском роге, который звучит там, где поначалу это казалось неуместным. Обычно представляешь альпийский рог на пастбище в горах, но теперь его можно увидеть на крышах высотных домов. Это нечто другое. Жители окрестных домов наблюдали за происходящим с балкона в своих квартир. Это действительно здорово. Еще до того, как все началось, у нас пошли мурашки по коже. Здесь очень приятная обстановка. Мы абсолютные фанаты музыки. Я потрясен и атмосферой, и качеством звука. Все на должном уровне. Просто идеально. В других странах не прекращаются протесты против ограничений, введенных на фоне пандемии. В Мюнхене на улице вышли около трех тысяч человек. Поскольку, по данным полиции, количество демонстрантов в шесть раз превысило указанную в заявке численность, при этом многие были без масок, марш был остановлен. Представители движения «Нестандартное мышление» призвали манифестантов отправиться к месту проведения митинга. Я лично против этих антикоронавирусных мер, потому что власти не прислушиваются к мнению других вирусологов, а СМИ дают необъективную информацию. У нас нет больше основного закона Конституции, зато есть закон, защищающий нас от инфекций. Под этим прикрытием нас лишают основных свобод. Президент США Дональд Трамп открыто опровергает заявление ведущих американских экспертов в сфере здравоохранения о том, что вакцина против COVID-19 будет широко доступна лишь во второй половине следующего года. По словам Трампа, США очень близки к созданию столь необходимого в стране препарата. Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре. Между тем, кандидат президента США Демократов Джозеф Байден заявил, что доверяет ученым и сомневается в словах Трампа. Научные открытия зависят от календаря не больше, чем вирус. Они определенно не придерживаются избирательных циклов. Политика не должна вмешиваться в вопросы разработки, одобрения и распространения вакцины. Это дело науки и вопрос безопасности. Клинические испытания российской вакцины против коронавируса в Беларуси начнутся примерно через месяц. Об этом информирует Минздрав. В ходе испытания будет оцениваться эффективность вакцины ГАМ-COVID-VAC. Исследования планируются провести в двойном слепом плацебо-контролируемом дизайне. Данное испытание будет частью крупномасштабного теста вакцины, проводимого на территории России. В Беларуси в нем задействуют 100 человек. Желающие могут сделать это в семи столичных и одном витебском исследовательских центрах. Предварительно нужно ставить заявку на сайтах Организации здравоохранения. Анастасия Пахлёстова. Итоги недели. Дата запуска БЛАЭС, цифры переписи и итоги визита. Глава государства посетил Россию. О чем говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Спросим у моего коллеги Максима Кембеля. У него самый подробный обзор громких заголовков. Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Российскую Федерацию. В Сочи прошла встреча главы белорусского государства с Владимиром Путиным. Переговоры в формате один на один. Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений, рассмотрели международную проблематику и ситуацию в регионе, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы. Запуск БелАЭС планируется приурочить к 7 ноября. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с политическим активом страны. Белорусская АЭС, напомню, строится по российскому проекту вблизи островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». Россия планирует предоставить Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов в два этапа. Об этом сообщил министр финансов Российской Федерации. По словам Антона Силуанова, в этом году намерены предоставить один миллиард. В следующем остальную часть все условия прорабатываются с белорусским Минфином. Павел Латушка и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, которые порочат государственную службу. Соответствующие документы подписал Александр Лукашенко. Еще одним указом президент освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Латвии. Белстат опубликовал итоги переписи населения. Согласно данным, численность Беларуси на октябрь 2019-го составила 9 миллионов 413 тысяч 446 человек, 7 миллионов 299 тысяч 989 – городское население. Остальные жители сельской местности в Могилевской области насчитали 1 миллион 24 751 человека. Заявить о себе можно было в онлайн-режиме, в переписных пунктах и во время обхода квартир и домов. Всего же в движении приняли участие 95% населения. Спасибо, мой коллега Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Новая имиджевая площадка открылась в 56-м детском саду. Такой подарок дошкольному учреждению в честь своего 75-летия сделал завод ТДА. Наша съемочная группа оценила картинку до и после. Этого момента в 56-м детском саду ждали 4 месяца. Именно столько времени понадобилось заводу тракторных деталей и агрегатов, чтобы превратить дворовую площадку под шефной организацией в современный игровой комплекс. Периметр дошкольного учреждения изменили до неузнаваемости. На этих кадрах, снятых в начале лета, видно, как территория сада 46-летней истории нуждается в реконструкции, начиная от асфальта, заканчивая деревянными домиками. Буквально полтора года назад мы здесь открывали спортивную детскую площадку в этом садике. Ну, а сейчас проект уже такой более глобальный мы сделали. Все вот это вот оборудование детское, игровое, все это для наших детей, во благо, для будущих тракторостроителей. Многофункциональная площадка включает в себя десятки элементов. Найти занятие по вкусу во время прогулки сможет даже самый привередливый малыш. Если честно, мы очень переживали, потому что качалки-балансиры, они требуют к себе более пристального внимания. Но, тем не менее, оборудование безопасное. Уже опробовали, могу сказать, с уверенностью. Оно эстетично, оно современно. И очень нравятся детям, и, конечно же, их родителям. В этом детском саду теперь есть эскалодром. Цветная надпись «I love Belarus» расцянулась на несколько метров. Красиво и полезно. Здесь также появилась зона для изучения правил дорожного движения и даже мини-огород. Ну и, само собой, всеми любимые горки и качели. На Рженикидзе-24 заменили и асфальтное покрытие. Теперь тут лежит плитка. В нее встроена разметка и даже популярная во все времена классики. Участок усеен газоном, а вот о старых беседках напоминает только кирпич. Его раскрасили в цвета машиностроительного бренда. Место нашлось и для национального акцента. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. В центре внимания молодые специалисты. Руководство города встретилось с новоиспеченными педагогами. Их в 2020-м 105. О чем шла речь и как работают со учителем на новых местах. Подробности далее. Решая сложные задачи, учить детей читать, писать. Первые шаги в своей профессии делают молодые специалисты. Их новый жизненный этап начался с урока. На один из таких мы сейчас и заглянем. Вероника Паскевич свой выбор сделала еще в детстве. Примером стала первая учительница. После школы поступила в Горецкий педагогический колледж. Окончив его с отличием, вернулась в родной город. Теперь работает в 34-й школе. Главное, говорит, забота, любовь и внимание. Время идет, дети меняются. Наставник должен это учитывать. Когда они видят, что я заинтересована в их жизни, в их игрушках, тогда и они хотят открыться мне, раскрыться и показать все свои таланты. Вот уже почти две недели Вероника Витальевна и первоклассники идут вместе по школьной дороге. Любовь у них взаимная и с первого взгляда. Молодая учительница признается, в ее памяти навсегда останется самый первый урок. С этого момента жизнь обретает новые краски. Для меня прошел легко, а для детей было немного трудно, потому что они попали в новую обстановку. Но я старалась создать для них такие условия, чтобы они чувствовали себя комфортно в этих условиях. Она нас учит читать, писать. Хорошая, добрая. Всему нас учит. Всему познает мир. Все нам помогает. Тебе нравится учиться в школе? Да. А что тебе больше всего нравится? Может перемены? Да. Наша учительница добрая. Она может помочь в трудную минуту. Все в этом году педагогическая семья 34-й школы пополнилась четырьмя молодыми специалистами. В помощь им старшие коллеги, где надо подскажут, помогут или просто поддержат добрым словом. Им очень комфортно в нашем учреждении образования, так как для них созданы все условия. Здесь они могут получить свой опыт. 105 парней и девушек приступили к работе в этом учебном году. 55 из них – приезжие. По традиции, в начале сентября с молодыми бойцами встречаются руководство города и начальник управления по образованию. 2020-й не стал исключением. В ходе встречи обсуждены наиболее важные для молодых педагогов вопросы. Это и организационно-методическое сопровождение их деятельности, это и социальные гарантии, которыми они обеспечены, в том числе профсоюзной организацией. Никто не остается без внимания. Приезжим общежития местным стимул расти и развиваться. В общем, создают все, чтобы человек себя чувствовал комфортно на рабочем месте и, самое главное, нужным. Для педагога самое главное – это стремление. Стремление и желание что-то делать, развиваться. А в дальнейшем уже будет зависеть от того, что мы хотим делать и будем выстраивать свои отношения в соответствии с нашими стремлениями и желаниями. Мне повезло, я попала в очень хороший коллектив. Коллеги всегда мне помогают, очень отзывчиво. Я могу обрестись любым вопросом, мне всегда помогут. За что я хочу им сказать огромное спасибо. Коллектив меня принял хорошо. Они мне помогают, направляют, делятся материалом. То есть я довольна. Молодые специалисты продолжают погружаться в рабочий процесс. Со стороны государства им гарантирована поддержка. А значит, теперь все зависит только от них. Максим Кемель, Максим Галеонко. Итоги недели. Еще одним почетным гостем на встрече с молодыми специалистами стал председатель Белорусского союза журналистов. Впрочем, в списке визитов Бобрусь к Андрею Кривошееву несколько локаций. После общения с педагогами журналист отправился на Белшину. Там с работниками промгиганта политический обозреватель обсудил ситуацию в Беларуси. В частности, прошелся по цветным революциям. Рассказал о оппозиционном движении в стране на примере других государств. Автомайданы, велосипедные майданы, выход в город, женщины с цветами. Это уже привычные для многих стран мира вещи. Точно такие же события я наблюдал в Армении. Акция «Шаг», сигналищие автомобили, использование альтернативной символики, митинги, выходы женщин с цветами. То же самое мы увидели на Кубе, в Венесуэле. Причем этим технологиям уже более двух-трех десятков лет. Просто они на новой технологичной базе. Самое невероятное, что значительные части общества, надо это признать, внушили иную картинку, иную реальность восприятия как раз через новые медиа. То есть достаточно выйти во двор, достаточно поговорить с соседями, достаточно выглянуть в окно, посмотреть новые объекты инфраструктуры и экономики. Для того, чтобы понять, что белорусское государство не самое плохое ни с точки зрения управления, ни с точки зрения развития экономической и социальной инфраструктуры. Но новые медиа создали образ агрессивного государства, агрессивного к собственным гражданам. Это уникальный опыт. Я знаю, что наши, допустим, российские коллеги и партнеры сейчас внимательно его изучают, потому что буквально через год большая политическая кампания в Российской Федерации, парламентские думские выборы. И все инструменты, каналы даже донесения информации до общества, которые использованы были в Беларуси, будут или уже используются в направлении Российской Федерации. После Андрей Кривошеев рассказал, чем может обернуться для страны дальнейшее движение цветной революции. В третье воскресенье сентября в Беларуси отмечают День работников леса. Зеленые угодья Синелкой занимают более 9 миллионов гектаров. Это почти половина всей территории республики. О лесном ремесле в нашем следующем материале. Каждый новый рабочий день Дмитрия Михлюка начинается за компьютером с мониторинга пожарной обстановки. Глаза и уши лесничьего камеры, установленная на высоте 30 метров. Специалист внимательно осматривается в экран, нет ли там чего или кого подозрительного. И признается, никакие технологии не способны заменить человека. Отправляемся в рейд. Работники лесхоза не только сохраняют, но и приумножают лесное богатство. Восстанавливают угодья, проводят рубки деревьев, ухаживают за растениями. Однако порой работа сводится к нулю. То природа постарается, то человек наследит. Раньше, конечно, процветало браконьерство лесное. То есть были самовольные порубки. И пожары были, конечно, намного больше. Тушили пожары, были серьезные пожары. И в последние годы уже это все сошло практически к нулю. Потому что ведется лесхозом активная работа по поганде лесных пожаров. То есть и совсем другие средства уже с браконьерством есть. И если огня в лесу стало меньше, то число любителей нажиться зелеными дарами не уменьшается. Как-то остановили подозрительную машину, рассказывают лесничие. В багажнике непромаркированная сосна. Документов на дерево тоже нет. Чтобы доказать виновность, специалисты отправились в лес в поисках следов вырубки. Эти браконьеры просто поняли, что им грозит уже большая ответственность. И сами же приехали на это место, чтобы срезать спни и убрать вещественные доказательства. И вот таким образом мы их споймали. И потом, когда уже во дворе была, ну, эта машина где стояла следствием, они уже поняли, что от ответственности не отвертеться. И на нервах даже этот вот браконьер завел бензопилу. И кидался с бензопилой. Ну, все обошлось. Ну, все-таки рвалось и все. Браконьеры получили наказание? Конечно, они получили заслуженное наказание. Тогда грозил просто большой штраф, им дали огромный штраф. Они его заплатили. Эта история закончилась? Ну, да. На страже порядка в лесах, квадрокоптеры и пожарно-наблюдательные вышки оборудованы системой видеонаблюдения. Пешие проверки по зеленым тропам, к слову, никто не отменял. За день лесник преодолевает более 20 километров. При обходе самое главное – звук и обоняние. Специалисты обращают внимание на такие мелочи, как звук, работающий без запилы и запах дыма. На тех кадрах видно, как самые умные бобручане решили остаться незамеченными и выбросить мусор прямо в лесу. Однако хулиганов тут же нашли. Дело передали в милицию. Теперь нерадивым жителям грозит штраф. В то же время специалисты напоминают – за незаконную рубку деревьев, разведение костров и несоблюдение правил пожарной безопасности тоже придется поплатиться рублем. Размер штрафов варьирует от совершенного правонарушения. То есть, например, если за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от предупреждения до 25 базовых величин, то за незаконную рубку он на физическое лицо составляет от 5 до 50 базовых величин. Ну и при незаконной рубке еще дополнительно нарушителю приходится возмещать причиненный вред окружающей среде. А он уже зависит от срезанных деревьев, от количества и их диаметра. Беларусь входит в число самых зеленых стран Европы и Центральной Азии. Лес – почти 40% территории. Это более 9 миллионов гектаров. Министерство лесного хозяйства на всем постсоветском пространстве осталось лишь в нашей стране. Поэтому профессия лесника по-прежнему престижна и востребована. Максим Гембель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Welcome to Russia. Спрос на авто и санкции от Европарламента. Как развернулась ситуация вокруг Навального. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Гембелю. Европарламент призвал остановить Северный поток-2 и ввести санкции из-за отравления Навального. Напомню, российскому позиционеру стало плохо 20 августа на борту самолета, который следовал из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Омские врачи утверждали, что ядов в крови Навального не нашли. Их основной диагноз – нарушение обмена веществ. Спустя пару дней окружение политика добилось разрешения на его транспортировку в Германию. Госпитализировав его, немецкие врачи провели анализы и выступили с заявлением. В организме найдены следы отравления. Сейчас оппозиционер перешел в себя и планирует вернуться в Россию. Новый председатель правящей либеральной демократической партии Японии Исюхиды Суга утвержден парламентом на посту премьер-министра страны. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов обеих палат национального собрания. Согласно партийному уставу, он будет занимать пост до конца сентября 2021-го, когда истечет изначальный мандат, подавшего во ставку Синзо Абе. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок. В Европе резко упал спрос на лиховые автомобили. С начала года он сократился на 32%. Наибольший спад наблюдался в Испании. Там минус 40,5% покупок. Затем следуют Италия, Франция и Германия. Оптимизм вызывает то, что последние два месяца показатели продаж падали не так сильно, как в начале года. В августе количество регистрируемых новых автомобилей в ЕС снизилось уже на 19%. Российское правительство упростило порядок въезда в сторону для туристов. Об этом заявил Михаил Мишустин. Теперь иностранные лица, у которых есть близкие родственники, имеющие российское гражданство, получат возможность оформить визу в упрощенном порядке. К ним будут относиться супруги, родители, дети, сестры, братья, бабушки, дедушки, а также внуки. Из законодательства исключена норма, которая обязывала каждые три месяца иностранца покидать страну, чтобы сохранить право на получение визы. В аэропорту китайского Уханя, наиболее пострадавшего от коронавируса, впервые за семь месяцев приземлился международный рейс. Лайнер южнокорейской авиакомпании сел Тянхе. Все 60 пассажиров направлены в специальные гостиницы для прохождения 14-дневного карантина. В Уханской воздушной гавани количество внутренних рейсов и пассажиров вернулось к уровню прошлого года. Осуществляются полеты по 73 внутренним направлениям. Возобновлены и 9 регулярных международных грузовых маршрутов. Кто знает, может после завершения 2020-го мы и вернемся к привычному ритму жизни. Будем надеяться, однако, если верить прогнозам экспертов, жизнь прежней уже не будет. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты по просьбе 360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.